О, здорово, друг Здорово Я же тебе не друг Почему? Потому что ты русский, скорее всего Ну я русский, да Не скорее всего, а русский Русский и украинцы не друг Почему, б***ь? Потому что русские убивают украинцев Не знаешь такого? Ну я же не убиваю тебя Слушай, ты поддерживаешь свою власть? Нет, тяжелый вопрос Зачем ты об этом? Это очень простой вопрос Мы не можем об этом говорить Вы ничего не можете Потому что да Вы дожились до того, что уже ничего не можете Вот видишь, вот видишь, ты же знаешь это Так может надо что-то делать, брать свои руки, нет? Да не получится Ты чего, друган? Не попробуешь, не получится Есть такое пословице Подожди секунду, уважаемый Чекунду Чекунду Эх, ждать полгода Я окно закрыл, у нас холодно очень сильно Понял За ВДВ Вот скажи, твои собратья уже в Украине? Моя рота полегла, я тебе так скажу Ну, в принципе Такой конец ждет каждого Кто приедет на территорию Украины Не, не к сожалению К счастью, они не убили украинцев К твоему, понимаешь? К твоему счастью К моему, к сожалению, понимаешь? К твоему сожалению? Так может не нужно ехать, чтобы не было сожаления? Слушай, ну ты так говоришь, блин Словно наша жизнь это игра Типа знаешь Поставил галочку не ехать и не поехал Да, можно, значит, отказаться От какого-то контракта Пойти на работу Или родить трех детей Или сколько там нужно, чтобы откусить этого всего Вот, и пожалуйста, не воюй себе Или сбежать, как все умные русские делают Сбежать за границы России Тоже вариант, в принципе Да не получится Да не получится Знаешь Сбежать смогли те, у кого финансы позволяют Понимаешь? Финансы позволяют Правильно А в корне нет финансов, кто едет воевать в Украину Он надеется заработать А в результате он получает смерть Да ну, подожди, друган Подожди Вот насчет надеется заработать Вот давай вот тут это Остановим с тобой Слышь, планку Я тебе честно говорю Да потому что Не надеются, пацаны, заработать Пацаны вообще Туда не хотят ехать Я тебе честно скажу Просто, ну Не получится Не получится У них есть свои семьи Свои дети И им неохота сидеть Неохота сидеть А лучше уже взять свою семью Выехать куда-то Жить не очень богато Ну, можно как-то там Пристосоваться Заработать, в общем-то Какие-то деньги И, в принципе, хотя бы жить А не умереть в Украине Это сравнение А теперь эти семьи будут Без кормильца Вот и все Это лучше Так они и так будут Так ты смотри Подожди, подожди Я вот сейчас живу Вот ты как говоришь Уехать куда-то, да Чтобы, ну, более-менее, ну Содержаться Самое простое решение, наверное, у вас там Да Я живу в Кемеровской области Поселок Я-Я Две буквы Я-Я Понимаешь, да? Ну, и что? Население Семь тысяч человек Семь тысяч Ты думаешь, у нас не уехали? Мы живем максимально Вдали от всех То есть, вообще вдали Ну и что? Тайга, тайга Военкомату Для военкомата Это не проблема, мне кажется Да Для военкомата Это не проблема Пацанов забрали Пацанов забрали Понимаешь? А тебя почему не забрали? Пацанов забрали Уехали туда Все Не, а тебя почему не забрали? Я уже с того гробов встречал А тебя почему не забрали? Я работаю в зоне Понял Я-Я 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 В принципе Я-Я В принципе Так и думал Что вот эти Структуры Которые либо Работают в принципе В силовых Каких-то, да? Либо Где-то связаны С этим Их оставляют А всех Кто не попадает Пожалуйста Туда На убой Да, я работаю в зоне Я охраняю зэков И то есть Ну Такой Суть Что если нас всех забрать Ну кому-то охранять Заключенных Некому Осужденных А зэков не забирали еще у вас? Забирали Забирали и зэков Понял Да Прилетал МИ-8 Забирал зэков Понял И сколько у вас осталось там? Половина или Треть От тех Что были? Я тебе сейчас Не могу сказать точно На этот вопрос Потому что Я сейчас нахожусь На больничном У меня порван Мениск Я на тренировке Мениск порвал Понял Вот Вот такая суть Вот такая суть Понял Но знаешь Когда закончатся зэки Когда закончатся все вот эти Которые не служат Пойдут уже как раз таки служившие Ну то есть Не служившие А в принципе Декто относится Как-либо относится К силовым К силовым структурам Понимаешь? Это все ждет Я не удивлюсь Что и наши пойдут Слышишь? Это все ждет Я не удивлюсь Что наши пойдут Ну так может Так может Надо как-то Что-то заранее сделать Чтобы не идти Или Есть смысл идти Значит погибать Ни за что Скажи пожалуйста Какой смысл? Ну нет Ну согласись друг В вашей Вот Именно в вашей стране Может быть Есть смысл Умирать за что-то Понимаешь? Наши безусловно Есть смысл Умирать за родные дома Воевать за родные дома Ну очистну Не ну давай За родину За семью За дом За всю Да-да-да Ну за отчизну свою Ну пусть Пусть будет так Ну Украинцу Есть смысл Умирать за отчизну Да А русским нету смысла А русским нету смысла Так зачем тогда идти Вообще туда За зарплату В 200 сху** Ну б*** Ну приятный бонус Она придет Но Смысл Ты проживешь Так долго Чтобы получать ее полную Если повезет Ну вряд ли Не повезет Ну б*** Ну че Всем повезет Ну вот согласись со мной Ну че Всем повезет Я тебя понял Так скажи пожалуйста Ты ничего не думаешь делать Оставаться как есть Так и есть Если пошлют То пошлют Что лучше поделаешь За себя Вся мысль Ну за себя Тебе интересна Мысль за меня именно Да Мысль к чему сводится твоя Ну смотри Вот в данный момент Я нахожусь на больничном Да Слава богу Слава богу Сейчас мне максимум Месяца шесть лечиться Я вылечусь А после этого Ну Б*** Работа дальше Если получится Вдруг Скажут Ехать Да Я понимаю К чему ты подводишь Если придется ехать Понимаешь Под звание Предателя Ну То есть В любой стране Никто не хочет подходить Да Будь то Хорошая война Или плохая война Ваша страна сейчас Ваша страна сейчас Оккупирована Значит властью Которая через пару лет Будет объявлена Как Значит Наследники Гитлера И тому подобное Будут судиться в агаре И все это закончится Я понимаю После свержения этой власти Вы не будете предателями Как вы себе там считаете Я слышал Вы будете реабилитированы Вот Но это И Это будет намного лучше Выжить И вернуться В какую-то Новую страну Чем Умереть за То Чтобы просто не быть предателем В стране Как раз таки Окупантов и убийц Короче Мой Личный случай Тянуть до последнего Тянуть до последнего Пока можно Вот и все Понимаешь Надеяться Потому что Потому что Вот смотри Вот я как русский мужик Тебе Вот обычный Вот русский мужик Простой Да Могу тебе сказать одно А Другой возможности нет Ну просто нет Ну нету ее Друг Ну нету Понимаешь Все есть Просто вы их не видите Эти возможности Вы всегда отрицаете То что можно Что-то сделать Хорошо Дружище Давай Я не вопрос Я с тобой не спорю Где мне сейчас Найти такую Ну Зарплату Чтобы обеспечивать сына Семью И Типа не идти туда Ну вот как вот Так определиться Вот скажи Вот я не знаю Приезжаешь в другую страну Находишь там Работу И все обеспечиваешь Да Будет сложно Некоторое время Будет сложно Возможно Будет сложно Некоторое время Ну ничего Можно потерпеть А потом вернуться И стабилизировать Свою жизнь Может будут какие-то еще Выплаты И так дальше Ну у нас нет Такого заработка Хорошего Понимаешь Ну нету заработка Хорошего Вот я работаю в зоне Да У вас то нету В других странах есть Понимаешь 37 тысяч рублей Это мало очень Конечно Это копейки Это Это копейки Так Тем более За такую зарплату За такую зарплату Можно Можно спокойно Выезжать И искать что-то лучше И И жить дальше И жить дальше Понимаешь Все Любая зарплата Любая зарплата Любая вот эти трудности Это лучше Чем умереть Лучше Для тебя Для твоей семьи Для твоих детей И так дальше Для всех Как ты это не понимаешь С тобой же никто не спорит Понимаешь С тобой не спорит И я уверен Ты на стриме Я так понимаю Нет Нет Не на стриме Я просто на записи Даже если просто на записи И ты куда-то выложишь Потом Да Вот это видео Я уверен Больше Всего Что люди согласятся С тем Что они готовы Выехать Они готовы Они хотят Возможности Нет Страну К сожалению Обложили Такой ситуацией Что Ты не выйдешь Вот знаешь Именно Крепостной Крепостной Состав Не уйдет Никуда А вы Ведут Да Те У кого побольше Чуть там Денег Все дела Они уйдут Я не спорю Крепостной край Не уйдет На то Он и крепостной край Понимаешь На то Крепостной край Готовили В конце концов Это мышление В принципе От крепостного Оставляется Только мышление То есть То что В ваших головах Заложено А возможности Всегда есть Я не спорю Так большинство И не хочет Ничего менять Понимаешь Не хочет Большинство К сожалению Ну я понял Значит вот это Большинство Если он уж Не хочет Ничего менять И надеется На судьбу Так сказать То если оно Попадет На территорию Украины Там Попадет на фронт То пусть просто Сразу же Сдается в плен И не мучается Тогда оно будет жить И возвратиться В свою страну Где уже Не будет никаких Вот этих Ваших царев Которые Значит Отправляют На убой Обычных людей Вот Это будет намного лучше Опять таки Даже так Есть Есть возможности Есть Значит Везде Все есть Все есть Просто надо это Как бы Ну В действие Превратить Не в размышление А в действие А говорить Нет Нет возможностей Это как раз таки То что ты называешь Крепостное Крепостное мышление То есть Я не могу Я ничего не могу Я привязан Я Я все У меня нет Ничего Никаких возможностей Нет Не есть 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 Видишь Сейчас Настолько Все пошло Что Призывной состав В данный момент Который сейчас пойдет Он Не отступит назад Вообще Если первые составы Которые приходили На Украину На территории Да Они могли Они могли Отступить Могли сдаться То новые составы Не будут сдаваться Они не смогут сдаться Не смогут сдаться Не смогут сдаться Знаешь Какое я уже видел Видео Где до сих пор Нормально все сдаются С танками Там с техникой Приезжают Сдаются И И значит Живут себе Спокойно И ждут Своего возвращения На родину Я видал Я видал Да Я видал Это видео Тоже Много раз Абсолютно И не одно И здесь есть Возможность Да Есть возможность Но Сейчас Которые пойдут Люди Не сдадутся Понимаешь Менталитет Другой Да Вот Что не долбил Стенку Что не долбил Стенку Все равно Это будет Пустой звук К сожалению Может быть Так оно и есть Понимаешь Может быть Так оно и есть Понимаешь Тут Суть другая Тут Понимаешь Тут страна Другая Вообще Другая страна Братан Мы не братья Сам понимаешь Мы не братья Никогда мы не будем Братья Но мы не братья Не по матерь И не братьским народом Тоже мы никогда не будем Уже Нет Я тебе подожди Я другое имею ввиду Типа Хоть и Что-то у нас Братское есть Да я вот Много с хохлами Общаюсь Да здесь Хохлов нет Есть украинцы Все что хохлы Это уже Никакие тебе не братья Я тебе тоже не брать И все это И не дарю И никто Нет Я же не цепляюсь Я же тебя Не наживаю Кацапом Или еще кем Я с тобой общаюсь В принципе Адекватно Хотя это тоже Наверное Мне кажется Через что с вами Сюсюкаюсь Но я же говорю Я тебе Пытался показать Что есть возможности Ты не хочешь это принимать Да Это ваше Крепостное мышление Что с вами делать Я не знаю Слава Украине